Знаете, когда мы открываем Библию, мы встречаемся с самим Иисусом. Иисус есть Слово. Аминь. Он есть Слово. И когда мы заглядываем в Библию, мы встречаемся непосредственно с Ним. И Он общается с нами. Это удивительно. И Дух Святой дает нам понимать и разуметь то, о чем Он говорит. И смотрите. Будем читать 3 глава 7 стиха. А тут послание идет. Апостол Иоанн получает откровение с Небес о некоторых церквях и пишет каждой церкви послание. Я верю, что это не только тем церквям, которые были в то время. Это те периоды, которые сегодня церковь может проходить. Это то, с чем она сегодня может сталкиваться и находиться в разном периоде своего развития и хождения. И я верю, и Бог мне дал это Слово провозгласить этот сезон. Открыть сезон тот, который Он имеет о этом времени. И смотрите. 7 стих. И ангелу в Финолифийской церкви напиши. Так говорит Святой истинный, имеющий ключ Давида, в который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Зная твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил Слово мое, не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они уидеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя. Отгоди на искушение, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на ней. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И знаете, этот сезон, сезон для России, сезон для нашего времени, это сезон открытых дверей. Я так и назвал это слово, сезон открытых дверей. Знаете, сегодня нету препятствий для благовестия, нету препятствий для служения людям. Сегодня мы живем в самое благоприятное время, которое было вообще когда-либо в России. Сегодня выходи, ты с любым можешь делиться своей верой. Ты можешь сегодня все, что угодно делать. Раньше, чтобы быть верующим, тебя могли отлучить от работы, от партии, где кто что был. Детей не обучали. Разное было. И сегодня, знаете, сегодня это время, это благоприятное время Господне. И может быть мы до конца не осознаем, но весь мир Он смотрит в Россию. Он ждет этого взрыва, который произойдет с Аднеанади. Взрыв Его пробуждения. Поймите, друзья, это время, это время сейчас. Время сейчас. Весь мир, Он сюда смотрит. Нам кажется, о, там у них классно. Они смотрят сюда, они говорят, когда? 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 Когда это произойдет? Мы смотрим в Корею, они такие успешные, там такие церкви, миллионные церкви. Они смотрят сюда и ждут. Когда поднимется последнее пробуждение. И знаете, удивительно, когда мы читаем эти стихи, мы видим, что дверь открыта. Да? Говорит, я открыл. И никто не затворит. И в конце Он говорит, все гряду скоро, но смотри, чтобы никто не украл твоего венца. Смотрите, какая мысль. Мысль в том, что дверь открыта. И за этой дверью находится венец для каждого из нас. Что мешает? Кто может украсть? Дьявол может помешать тебе войти в эту дверь. Аминь. Вот это, знаете, это удивительно, то, что дверь открыта. То же самое, как мы молимся о делателях. В чем суть-то этой молитвы? А суть в том, что жатва, она поспела. Нивы побелели. То есть все готово. Урожай собрал. Просто бери серп, иди собирай. А проблема в чем? Не идем. Ну, как бы, да? Ну, как бы мы же молимся, чтобы мы пошли. Мы же не о ком-то молимся, да? Или о ком-то. Пусть сосед пойдет, да? Но нет же, чтобы мы пошли. Чтобы мы стали частью этого пробуждения. Это пробуждение сейчас. Как пастор Сергей однажды сказал, что пробуждение начинается с того момента, когда верующий просто пробуждается для Бога. Когда просто церковь, она проснулась. Она поняла свое предназначение, она поняла свою судьбу. И она начала исполнять то, что она должна исполнять. И тогда мне становится понятно слова апостола Павла, когда он говорил. Веру сохранил, веру сохранил, течение совершил и приготовил мне венец. То есть есть какой-то промежуток течение совершить. Что-то есть на нашей жизни. Это то же самое, как народ израильский, он подошел к обетованной земле. Он стоит, он стоит у Иордана, и было слово, и Бог обещал. Говорит, за Иорданом тебя ждет обетованная земля. Твой ханаан, где течет молоко и мед. Ты призван быть там, аминь, и наслаждаться этой жизнью. Но народ по каким-то причинам остановился и говорит, не, не. Двое говорят, да, мы это сделаем. Потому что мы верим Богу, мы доверяем Богу. И Бог силит, а мы всех этих разрушить, и города, и все. Аминь. А десять, они говорят, ну нет, как бы, ну а как, ну как бы. Не, не, там очень, ну проблемы тяжелые. И они не смогли войти, но желание Бога было там. Аминь. Чтобы его народ, он был в ханаане. Это было желание Бога, оно по-прежнему остается. И по-прежнему желание Бога, чтобы каждый из нас, он получил этот венец. Я не хочу спасаться, как бы, из огня, друзья. Но я хочу встать перед ним и сказать, я исполнил то, ради чего я был рожден. Я совершил свою судьбу. Я совершил свое течение. Я совершил свой бег на этой земле. Я часто себя пропускаю через это. Знаете, я задаю себе вопрос. Оглядываясь назад в свою жизнь. Есть ли там вообще что-то, с чем я могу перестать перед Богом? Есть ли там вообще что-то такое? Я понимаю, знаете, этих вещей не так много. Это когда ты просто послушался Бога. Когда Бог что-то тебе сказал, а ты сделал. Это не то, что ты сегодня там в служении, каждый день трудишься. Нет, это когда-то просто Бог что-то проговорил в твое сердце. И ты просто сказал, вот я, я побежал. И это ценно. Это то, что имеет по-настоящему ценность для Бога. И знаете, давайте еще одно, чтобы сейчас основание хорошее заложим. Это 2 Петра, 3 глава. 2 Петра, 3 глава. Так, прочитаем с 10 стиха. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, нам, да? Аминь. Ну, а нас же послание. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Знаете, удивительно, апостол Петр, это Новый Завет, друзья, вы должны понимать. И он пишет очень сильное послание, говорит, однажды известный наш мир, он закончится. Вы верите в это? Ну, Господь придет с царством. Аминь. Однажды все закончится. Все, что сегодня в большей степени имеет для нас ценность, на чем мы ездим, как мы одеваемся, где мы живем, что мы кушаем, что мы там, да, где отдыхаем, может быть. Говорит, это вообще не будет иметь никакого значения. Однажды это все сгорит. Знаете, сам Иисус Христос, Он уделяет даже на две главы в Евангелии, это 24 и 25 глава Матфея, не будем читать, но Он говорит о том, Он говорит о последних временах, как это произойдет. Это говорит, как во времена Ноя, говорит, все женились, выходили замуж, радовались, веселились, пока двери ковчега не захлопнулись. И было поздно что-то менять. Уже все, то есть. Дальше Он начинает, Он начинает разговаривать, Он начинает о женщинах, которые стояли там и ждали жениха. Да, помните, да? И у одних масло закончилось. И они побежали масло, и вроде бы они же ждали тоже жениха, но они не готовились, чтобы предстать перед Ним сейчас. Может быть, это был какой-то период, когда они охладели, когда они сказали, да ладно, Он придет не скоро. А есть же такая иллюзия, да? Ну, две тысячи лет не идет, да? Может быть, еще Он через тысячу придет. А Он говорит, а мы не знаем ни дня и ни часа. То есть это произойдет вот так, просто в один мгновенный. Вот сейчас мы здесь сидим, и Он говорит, фу, все, Он здесь. Это сейчас произойдет. И представьте, вот эти, ну, которые женщины, они не готовились, они подбегают, а двери закрыты, они стучат. Он говорит, а я вообще не знаю вас. Ну, тяжелое, да, восприятие, как бы, ну, это реальность, которую Бог, Он хочет сегодня привести, но чтобы мы понимали, что такое вообще христианство и с чем мы столкнулись. Потому что зачастую мы до конца не понимаем всю значимость событий. И когда Он дальше продолжает, помните, Он начинает о дарах и талантах говорить, я каждому дал. Одному столько-то, другому столько-то, третьему столько-то. Аминь. И потом Он пришел спросить за то, что Он дал. У каждого верующего есть задание от Бога. Любого героя в Библии я читаю, когда человек имел встречу с Богом, он тут же получал задание. Тут же имел задание от Бога. Моисей встретился с Богом, иди, выведи мой народ. Павел встретился, все, ты будешь язычником. Ну, понимаете, каждый имеет это призвание. И у каждого из нас есть задание от Бога. А кто наследует царство? Слушающий и знающий Слово Божие или волю Его? Или все-таки исполняющий волю Его? То есть живущий по Его воле. А Его воля, чтобы все спаслись. Знаете, вот что-то удивительное в этом кроется. Он хочет, чтобы мы подключились к Его воле. Чтобы мы начали делать по-настоящему то, что мы начали делать. Потому что он каждому из нас доверил задание. Но вопрос конкретный сейчас просто вот. Я не то, чтобы хочу, чтобы как-то мы чувствовали себя некомфортно. Я хочу, чтобы мы заглянули в себя. А вот сейчас я готов лично предстать перед Богом и дать отчет заверенное мне задание. Сказать, я сделал все, что я мог. Есть ли это в моей жизни? Или все-таки как-то нет? Были какие-то вещи, которые меня отвлекали? Были какие-то вещи, которые я оставил превыше этого? А кто такой вообще христианин? Вы когда-нибудь задумывались об этом? То, что ты родился в христианской стране, это не делает тебя христианином. То, что ты даже родился в христианской семье, это тебя не делает христианином. Если даже ты в детстве был крещен, это тебя не делает христианином. И, соответственно, мы можем говорить, что, выходя в церковь, я могу не подключиться к тому, что Бог сегодня имеет. Но есть что-то удивительное, что Бог приготовил. Я говорю, ожидаем. Сейчас немного, сейчас мы разберемся. Потому что Бог хочет поднять. Бог хочет освободить. Он хочет просто вот эти оковы, то, что нам мешает бежать, Он просто хочет убрать. Но для этого надо понимать, то есть, для того, чтобы двигаться вперед. Знаете, как один старец, он просто написал, у христиан сегодня двойная жизнь. Не всегда они обладают чистотой и целостностью. Христианин не должен казаться одним, а быть другим. Говорить одно, а делать другое. Знаете, какая-то целостность. Что-то есть в христианстве. Вы христианин, вы уверены, что ваши грехи прощены? Вы уверены, что вы пойдете на небеса? Аминь. Знаете, и когда мы смотрим на христианство, вообще, откуда христианин пошел? Это церкви, ученики, они находились год в Антиохе. Ну, помнишь же, Деяния читали же? И они в течение года пребывали в учении, и только спустя год их начали называть христианами. Одна из версий, что сам апостол Павел пришел, и он их назвал. Ну, понимаете, то есть, это не они себя назвали, я христианин. А это вот люди увидели тебя и сказали, истинно с тобой Бог. Можем ли мы сегодня свидетельствовать о наших жизнях? Знаете, вот что-то удивительное должно произойти в церкви. Что-то удивительное должно произойти с нами, со мной. Это удивительно, то, что Бог сегодня, Он готовит, и Он хочет это высвободить. Так все же, кто такой христианин? Я увидел, есть три вещи, которые должны произойти в жизни любого верующего человека, чтобы по-настоящему быть тем, кем Бог нас видит. И первая вещь, это тот, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это тот, кто имел личную встречу с Богом. Имели ли вы эту встречу? Была ли у вас эта встреча? Знаете, когда у меня была эта встреча, мы стояли, у нас была вечеря, поклонялись, молились. И Бог пришел, знаете, Дух Святой пришел. И пришел так сильно, что я встал на колени, и я начал плакать. И вся моя жизнь, она просветлела, просто все показалось передо мной. И я стоял на коленях, и я говорю, Господи, если Ты есть, пошли молнию с неба и убей меня прямо здесь. Знаете, я в себе ничего хорошего не нашел, ничего достойного Его, ничего, с чем бы я мог вообще стоять перед Ним. Я понимаю, я для Него, ну все. А чувствую, молния не приходит. Я говорю, Господи, ну если Ты правда, и Тебе есть дело до меня, помоги мне. Войди в мою жизнь, все измени. Веди и направляй меня. И знаете, с этого момента что-то произошло, что-то изменилось. Мой подход изменился, мой взгляд изменился. Второе, знаете, это тот, в ком произошли перемены. В ком начали проявляться плоды Его Духа. И первое, знаете, перемена, которая произошла, это изменилось отношение к Богу. Бог встал на первое место. Можешь ли ты сегодня смело сказать, что Бог стоит на твоем месте, на первом месте в твоей жизни? Что Он все-таки является той отправной точкой, которая есть в твоей жизни? У меня было однажды одно такое видение. Ну ничего, если я буду делиться из своей жизни. Нормально же, да? И однажды было такое видение, как бы, я не знаю, как его там называют, кто транс называет, кто еще иступление Библия называет. Но однажды мы стояли и поклонялись. Это ночная была молитва. И Бог меня, как бы, из тела вывел. У меня было ощущение, что я потерял сознание. Ну, честно, я думал, что я сейчас очнусь, что меня там откачивают. Но на самом деле, что произошло? В этот момент просто Бог, Он вознес меня. И я слово в слово помню. Это произошло уже лет 9 назад. Но я слово в слово помню. И Дух Господень поднял меня. И Он повел меня по безводным местам. И вот я стою у Иордана. И был голос неба. Я прославлю детей своих. Аллилуйя. Знаете, такое благословение. Я стою. А знаете, в Божьем присутствии ты немногословен. Я единственное, что он смог сказать и выдавить. Как? Ну, понимаете, мне было интересно. Ну, вам не интересно? Мне было интересно очень сильно. Я говорю, как? И мне дальше видение показывается. Ковчег заходит в Иордан. И Иордан расступается. И нежный, тихий, любящий голос Иисуса. Позволь мне идти перед тобой. Аллилуйя. Знаете, это сильно. Это то, что просто вот. Когда, знаете, когда Он на первом месте. Когда мы выбираем все-таки, от чего хочет Бог. Не то, что, знаете, я хочу. А от чего Он хочет. А как бы Он поступил в той или иной ситуации. Так же изменилось отношение к себе. Не все вокруг меня. Не все вокруг моей семьи. Друзья, ты и семья – это одно. Это часть твоей жизни. Но есть большее зад рамками твоей семьи. То, что Бог имеет о людях. То, что Бог хочет сегодня совершать. Аминь. Это то, что, знаете, меня вдохновляет, то, что я сегодня в этой церкви. Это настолько сильное. Когда пастор, он выходит, он говорит, я просто радуюсь этим примером. Когда он о своих пацанах говорил, о Давиде. Говорит, когда стоял выбор – воскресенье на соревнования или в церковь. И он выбрал церковь. Это сильно. Почему он это делает? Почему? Некоторые люди принимают эти решения. В моей жизни не так давно был тоже подобный случай. У нас уборка в храме. Кто-нибудь ходит убираться? Всегда же вызов, да? Ну, у тебя всегда есть дела, занятость. Ну, мы же всегда там, как бы у нас семьи, работы. Ну, мы можем много чего придумать в своей жизни. И знаете, у меня то же самое происходит. Мне звонят и говорят, у тебя там заказ. И буквально за час там несколько тысяч получить. Или поехать в храм. Как вы думаете, что я сделал? В храм поехал. А почему? Я до сих пор понять не могу, почему я делаю эти выборы. Но я вижу, как Божья рука, она просто на мне. Бог хранит, когда я выбираю Его, когда я избираю Его превыше всего в своей жизни. То все, что Он обещает, оно начинает работать в моей жизни. Аминь. Когда Он на первом, когда не я, то есть со своими желаниями, то есть, ну, когда я Его выбираю. Выбирать не то, что выгодно, а то, что правильно. И так же изменилось отношение к ближним. Насколько сегодня наше отношение к ближним, оно изменилось? Часто езжу и с людьми, и по-разному люди реагируют. Особенно в пробках, или там, когда кто-то разворачивается, там, девушки, да, и там, би-би, там, бюш, ты че там, да? А я, знаете, а я молюсь за них. Я говорю, Господи, не дай им попасть в аварии. Просто сохрани их, Боже. Просто оберегай, храни. То есть, ну, так много сегодня новичков на дорогах. И нам надо молиться за них, аминь. Как церковь. Наше отношение, оно другое должно быть. И вот насколько изменилось наше отношение к ним. И если нету этих плодов тебе, задай себе вопрос вообще. Во Христе ты или нет? Идешь ты со Христом или нет? Потому что эти перемены, они должны быть в те. Это часть христианской жизни. Также третий. Это тот, кто принял вызов. Вызов поставить желание и мечты нашего Бога выше собственных наших. Чтобы мы могли смело говорить, как апостол Павел. И ныне не я живу, но Христос во мне. Знаете, вот что-то происходит, что-то меняется в атмосфере. Что-то сегодня Бог, Он хочет совершить. С нашими сердцами, с нашими жизнями. И поднять нас на те высоты, которые Он приготовил для нас. Он говорит, мой народ, моя церковь, она будет на горе. Я буду все возможное делать для того, чтобы это совершилось. Это то же самое, наш вызов. Это рассказать людям о том, что сделал для них Христос. Аминь. Это вызов. Я сегодня настолько вдохновлен, столько служений в нашей церкви. Они направлены на то, чтобы поделиться с людьми вестью о Христе. Тюремная там. Накорми голодная. Цыганская. Книгу написали. Слава Богу. И Бог использует. Это вызов. Аминь. Это вызов на нашу жизнь. И этот вызов, он постоянен. Он непрерывен. Это не то, что он останавливается. Жизнь христианина, она выходит за рамки обычной жизни. Это христианин в переводе. Это последователь помазанника. Последователь Христа. Христос помазанник. Последователь. Мы идем по следам. То есть мы следуем за Ним. Это непрерывное путешествие. Аминь. Ну у кого были вот эти вызовы? Я помню, когда я начинал домашнюю группу. Бог проговорил. Говорит, давай начнем домашнюю группу. Вызов. Аминь. Вызов. Ну начать ее. Я начал ее. Он говорит, а теперь давай наполним. Следующий вызов. Ну давай. А что? Как будем наполнять? Молись и зови. Приглашай людей. Все началось. То есть она выросла. Говорит, а теперь следующий вызов. А давай ее умножим. А следующий вызов. А давай позаботимся о пасторах. Чтобы пасторы тоже вырастали. Вау. А потом говорит, а давай позаботимся, чтобы они еще и умножались. И так же заботились. И вот оно ученичество. Понимаете? Вот он процесс произошел. Но это вызов. Непрерывный вызов на мою жизнь. Но принимаю я этот вызов или нет? То есть в дверь захожу я. Венец-то там. Аминь. Ну мы остаемся же в этой теме. Дверь открыта. Венец там. Он ждет. То есть войду я в это или нет? Что мы слышим? Когда просто идет призыв какой-то с алтаря. Призыв к чему-то. Хватаюсь я за эту идею. Прыгаю ли я в это с головой? И получаю ту награду, которую Бог приготовил для меня. Или я говорю, да нет. В другой раз. Знаете, вот что-то удивительное. Бог хочет изменить. Он хочет нас поднять в нашем доверии к Нему. Потому что хождение с Богом, оно настолько связано с доверием. И когда мы так же изучаем и читаем Библию. И мы видим историю, которая происходила с Божьим народом. Когда он шел в пустыне, столб огненный ночью двигался. Столб огненный облачный днем. И когда он поднимался, народ Божий шел. Поймите, и те, кто оставался, тормозил в движении. Приходили змеи, их кусали. Догонял амалекитянин их, побивал, забивал. Это знаете о чем свидетельствует? Если сегодня ты, может быть, находишься в каких-то проблемах и трудностях, ты не там, где Бог тебя видит. Пойми, ты не подключился к движению. Потому что двигаясь Богом, те даже проблемы, которые приходят, они перестают быть проблемами. И мы начинаем, как апостол Павел говорит, когда ему все во всех городах свидетельствуют. Говорит, тузы и скорби тебя ждут. Тебя там убьют в Риме. Он говорит, отстаньте, знаю. Но понимаете, он с радостью идет туда. Он понимает, это воля Божья. Я иду в воле Божьей, и теперь ни одна трудность, ни одна проблема, она не сможет меня остановить. Как написано, ни одно орудие, сделанное против тебя, вообще не будет успешным. Я все, я перестаю заморачиваться с этим. Я начинаю делать то, что Бог сказал мне делать. Аминь. Я вхожу в этот поток. Я принимаю этот вызов на свою жизнь. Моя жизнь меняется. Хождение с Богом возможно при наличии доверия Богу и водительству Его Духа. Аминь. Без веры Богу угодить невозможно, друзья. Мы не можем угодить. Как вы думаете, сегодня в России сколько людей верят в Бога? 70-90 процентов. Вчера 70 была версия. А сколько людей верят в Богу? И знаете, мы были в Москве на соборе, где Сергей Васильевич Риховский, он подводил картину реальности. И он говорит, а знаете, сколько верят в Богу? Вам интересно? 0-0-1. Это кто поверил в Богу. И те, кто поверил, они приехали сюда, и здесь началась миссия. И те, кто поверил в Богу, они пошли к цыганям служить. И те, кто поверил в Богу, они пошли в тюрьмы служить. И те, кто поверил в Богу, они начали домашние группы. И те, кто поверил в Богу, они начали служение. Аминь. Это те люди, которые меняют сегодня мир. Это те, кто просто поверил, он принял вызов. Да, аминь. они выезжают на миссию, они начинают новые церкви, они начинают новые служения, они просто двигаются в потоке Божьем. Они просто верят Богу. Аминь. Это же на всех, ну поймите. Всем надо двигаться, и просто Бог высвобождает нас в это. Покаяние – это не конец, друзья. Это начало пути. Представьте, как печально было бы читать Библию, когда там просто вот и умер Иисус, и все. Понимаете, и тогда все, все христианства, ну, его б не было. А или мы представьте там, и вот покаялся Павел, встреча такая идеальная, и все. И нету потом треть нового завета. Ну, понимаете, потом нету событий. Но нет же покаяния, это было начало пути. Аминь. И когда мы следуем за Ним, что-то меняется. В нашей жизни пишется наше Евангелие. Аминь. Евангелие от Сергея, Евангелие от Андрея, оно пишется. Евангелие от Марго, оно пишется. Понимаете? И оно пишется, насколько мы сегодня идем туда, где Бог хочет нас видеть. Это то же самое, как ты вступаешь в брак. Это же не конец. Это пик, все, я достиг совершенства. Знаете, я думал, я был смиренный. Я думал, я вообще был такой прям кроткий уже, пока не вступил в брак. Господь что-то начал дальше производить во мне. Что-то начало меняться. Христианская жизнь – это постоянный рост. Мы начинаем с младенца. Но нам надо вырасти. Это ненормально, когда проходит 10-15 лет. А ты единственное, что можешь сказать, папа, помоги. Это ненормально. Ну, понимаете, а что младенца от подростка отличает? Знали, нет? Ответственность. Когда просто вот подростка от младенца, он просто начал брать какую-то ответственность. И у меня вопрос, взял ли ты ответственность в его церкви? Взял ли ты ответственность в его царстве? Есть ли какая-то у тебя ответственность, чтобы тебе возрасти? Без ответственности ты не можешь расти. Это просто, ну, это невозможно. Пройдут годы, пройдет еще один год, и ты останешься все там же. Но это не просто взять ответственность, а как Бог, помните, говорит, верный это кто? Тот, кто приумножил. Не просто пронес, о да, ты мне дал пять человек, я тебе пять верну. Помним, это неверность. Вообще неверность. Ну, помнишь? Это лукавство. Он говорит, приумножил, говорит, вот все, верный, пойдем сюда. Ну, понимаете, что-то есть в этом удивительное. Иисус Христос собирает своих учеников. И, Алексей, можно тебя? Давайте Лука 14 глава откроем. Сейчас будем уже потихоньку завершать. Можно музыку, сопровождение. О, халилюю. Знакомая, да? Атрибутика верующего. Аминь. И смотрите, давайте. А что такое крест вообще? Кто-то знает, нет? Ну, вообще просто. Мы понимаем, что Христос сделал для нас? Христос понес свой крест, чтобы освободить нас от греха и от вины наказания. Аминь. Чтобы мы имели спасение и вечную жизнь в нем. Наш крест это рассказать людям о том, что Бог сделал для них. Просто же, да? Просто людям рассказать о том, что Иисус сделал для них. Это же просто, это же несложно. И смотрите, давайте Лука, давайте вначале прочитаем. Это очень глубокое. С чего начинается ученичество? Это сам Иисус он учит. Смотрите, 26 стих. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Это не говорится о том, что нам надо ненавидеть своих родных. Аминь. Не об этом же речь. Это о том, когда он занимает первое место. Говорит, если выбирать жена или Бог? Бог. Дети или Бог? Бог. Аминь. Друзья или Бог? Бог. Ну, Бог всегда на первом месте. Потому что Бог тогда сохранит твой брак, твои отношения, твою жизнь. Аминь. Когда он на своем месте. Но когда ты куда уходишь в сторону, могут прийти проблемы, придет там или китянин, придут обстоятельства, и потом ты уже в критичной ситуации. О, развод, что мне с этим делать? А где Бог? Который хранит твой брак. А он на твоем? Он на правильном месте? Он воссел на престол в твоей жизни? И знаете, смотрите дальше. 27. И кто не имеет, и кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Друзья, без иллюзий. Евангелие от Руки это самое достоверное Евангелие. Вы знали об этом? Это буквально как из уст в уста писал. Это единственное, потому что другое оно, одно для иудеев, другое там для неверующих. А вот Евангелие от Руки, это прям дословно, это Иисус сказал. Говорит, тот, кто не берет креста своего, он не может быть моим учеником. И 33 стих. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И мой вопрос, взял ли ты свой крест, принял ли ты вызов от Бога? Сказал ли ты Богу да, когда Он побуждал тебя? Побуждал тебя что-то совершить, что-то сделать, поехать на миссию, зайти к соседям? Я не знаю. Мы не можем сказать, как Бог будет использовать тебя. Но я знаю, что для тебя приготовлен венец. Для тебя приготовлено что-то удивительное от Бога. Когда ты просто говоришь Богу да, просто да, Господь, вот я, пошли меня. Просто верить в Иисуса недостаточно. Беря свой крест, ты отправляешься в удивительное приключение со Святым Духом, где нет остановки, но непрерывное движение из веры в веры, и слава в славу. Бог ведет нас. Это жизнь постоянных вызовов. Крест свой. Это готовность умереть за ближнего своего. Это сделаться слугой для других людей, делая это как для Господа. Это молитвенная жизнь, постоянное смирение плоти, чтобы дух возрастал. Благочестивая жизнь в обществе. Несение креста своего без полного отречения от себя, отвержения не имеет смысла, так как одно с другим неразрывно связано. Следовать за Христом значит жить по закону Христа. Действовать в соответствии с требованиями Христа, жить, служить в церкви в соответствии с повелением Святого Духа, данного каждому верующему. Следованием за Христом это полная капитуляция своего я. Это предоставление всего самого себя на служение Богу. Как апостол Павел говорит, я умоляю вас. Он говорит в церкви в Риме. Он говорит, я умоляю вас, братья и сестры, представьте ваши тела в жертву для служения Богу. И я умоляю вас, друзья, это то время, когда Бог поднимает свой народ. Это время его пробуждения. Это время, когда он нас поднимает. Крест, он несет огромную силу. Он несет огромную силу исцеления для других, освобождения, восстановления, но также крест. Когда-нибудь вы читали Библию в таком свете, что практически все благословения, которые описаны там, они активируются, когда ты берешь свой крест. Если вы ищете моего царства, я забочусь о вас. Аминь. Если ты взял свой крест, Бог говорит, я начинаю заботиться о тебе. Это удивительно. Это то благословение, которое он говорит в нашей жизни. Я могу, смотрите, я смогу быть настоящим только лишь при наличии креста. Тем, кем Бог меня видит. Аминь. Симон бы оставался Симоном, пока не взял бы свой крест. Но взял свой крест, он стал Петром. Саввел бы, он был бы Саввелом, если бы он не взял свой крест и не стал апостолом Павлом. Знаете, что-то удивительное. Вот это мысль, да. Я смогу быть настоящим лишь при наличии креста. И Бог дал нам все необходимое для исполнения веренного ему задания. И хотел последнее такое свидетельство, как Бог меня, однажды Он призвал меня к благовестию в деревнях. Это была просто конференция в Ачинске, и я услышал голос. И Он проговорил мой Дух, Господь. Он говорит, я хочу идти в деревню. Знаете, удивительно, Бог почему-то не говорит, я хочу, чтобы ты пошел. Он как-то знает, Он говорит, Он как-то так сторонне говорит, но когда я читаю Исаия, я понимаю, о чем идет речь. Когда там ангелы летают, Он говорит, кого мне послать? Исаия там один стоит, ну понимает, скорее всего, обо мне речь, то есть это не о ком-то. Он говорит, вот я, и я так же говорю, Господи, я открыт говорю, но у меня там служение, там центр, то-то-то-то-то. Он говорит, я вывожу тебя, я все сделаю. Я говорю, а как, а с кем пойду? Ну страхи же, переживания, а что, я никогда там не был. Он говорит, я дам тебе людей в церкви. Ой, это меня так сильно ободрило, знаете. Я думаю, вау, как круто, люди в церкви, все. Ну в принципе, все, что надо, в принципе, все есть. Я приехал, я прихожу на домашнюю группу. Говорю, братья и сестры, Бог призывает нас идти в деревню. Сильно же, да? У вас же бывает такое там, ну там, в цыганях служить. Представьте, и ты такой, Бог призывает идти в деревню. Все, аминь. Я говорю, встречаемся в субботу, едем. И знаете, что начинает происходить? Ну те, кто уже так говорил, они уже знают. И ты в субботу один. И никого нету. Что происходит, думаешь? Как это так? Приходишь на следующую домашнюю группу. Слышно, да? Вот так, да? Приходишь на следующую домашнюю группу. И начинаешь. Друзья, это важно. Бог проговорил. Это от Бога. Это сто процентов. Поехали. И опять никого. И в следующую субботу повторяется. И Бог начинает проговорить. Говорит, а тебе что до них? Ты следуй за мной. Я говорю, ладно, Господи. Ты говоришь, я поеду. Я собрал машину, положил туда евангелизационный материал и поехал в деревню. Приехал посреди деревни. В деревню я даже не знал, куда еду. Какое-то пришло, Аплаксино видел, где я там на трассе. Думаю, ну съездю туда. Еду, Аплаксино. О, Аплаксино. То есть еще туда 20 километров куда-то вглубь там уехал. А там деревня, домиков 100 стоит, одна улица. Я приехал посреди улицы, остановился. И люди сами начали выходить. Им стало интересно, кто приехал. Я открыл багажник, всем вручил Евангелие, проповедовал о Христе. И началось движение, что-то началось там. И на меня такое сошло. Я до этого с женой еще общался. Говорю, сейчас мы там здание снимем. Служение, исцеление чудес, вообще пробуждение сразу. Аминь. Ну как бы, мы же по-другому не мыслим. Мы же евангельские. Аминь. И я начинаю. Я говорю, где у вас тут главный? Кто мне здание может дать? А он там депутат решает. Я прихожу к депутату, проповедую Евангелие. Разговариваю, говорю то, что я хочу там сделать. Он говорит, вау, есть главе администрации. А глава администрации это другая деревня. Я иду в другую деревню, проповедую главе администрации. Говорю, дай мне здание. Он говорит, я не могу. Говорит, иди вон там, у меня нет здания. В ДК сходи. Прихожу в ДК, дайте мне здание. Проповедую Евангелие. Рассказываю о том, что Бог сделал для них. Дарю газету, Евангелие. И так продолжалось. Я к директору школы ходил. К директору там еще какого-то. Везде прошелся, знаете, вернулся к этому администрации. Говорю, ну дай мне что-то. Говорит, ты вообще классный. Говорит, ходи по улицам, проповедую. Расскажи всем о том, что Христос сделал для них. И знаете, я еду назад. И меня переполнила Божья радость. Жена звонит. Ну что, как? А я радостный. Она говорит, дали здание. Я говорю, нет. Говорит, а что ты радостный? Я говорю, Евангелие работает. В Евангелии говорится, ты будешь стоять перед царями и свидетельствовать обо мне. Я стоял перед всеми царями той области. И я всем говорим о Христе. И с того момента что-то изменилось в духовном мире. В следующей неделе у нас поехало 8 человек, потом 15, потом 20, и все, и началось. И сегодня это уже несколько команд. Это что-то вот вырастает. Это не то, что я. Это просто когда-то кто-то говорит, да, Богу. Аминь. Просто скажи Богу, да. И как я говорил, знаете, сегодня удивительное время, о чем мне Бог сказал, что сегодня время взять свой крест тем, кто знает, что Бог тебя призывает. Но и сегодня время, когда Бог хочет восстановить тех людей, кто однажды Его положил. Однажды сказал просто там, ну, не знаю, по каким причинам. Пошел там жениться, о доме заботиться. Разное. Но Библия говорит, что такие неблагонадежные. И Бог хочет это аннулировать. Бог хочет аннулировать это и убрать. И Он хочет восстановить нас в той славе, в том величии, какими Он видит своих детей. Он видит нас на горе. Он видит нас победителями. И сегодня это время. И я готов молиться сегодня за вас с ключевыми пасторами. Мы готовы, как церковь, помолиться за тех людей, для кого это слово. И прямо сейчас, если это слово для тебя, выходи сюда. Выходи к алтарю. Мы будем молиться. Бог сверхъестественное что-то дал для этого времени. Бог сказал мне, я вложу сверхъестественное ускорение в жизни этих людей. Последние они будут первыми. Они побегут с такой скоростью, они пойдут сверхъестественным. Если они скажут мне, да, вот я. добро пожаловать к алтарю. Выходите, друзья. Здесь есть эти люди. Здесь есть эти люди. Друзья, людей намного больше. Просто сделайте этот шаг. Доверьтесь Богу. Доверьтесь, потому что что-то сверхъестественное. Я говорю, это просто это шаг веры. Это наш шаг веры, когда мы выходим и мы подключаемся к Богу. Подключаемся к тому, что Он сегодня хочет совершить. Он хочет совершить свое пробуждение в нашей стране через каждого из нас. Каждый из нас для Него ценен. Каждого из нас Он хочет видеть своим мужем, своей сестрой нам помазанной, сильной, которая сегодня ходит, которая совершает сверхъестественное на земле. Аминь. Аллилуйя. Шандула. Ла-ла-ла. Ла-ла. Масоту. И, драгоценный, я прошу вас как церковь, давайте молиться вместе. Давайте молиться за них, чтобы просто вот это пришло сверхъестественное освобождение от этого прошлого. Сверхъестественное освобождение от какого-то страха, который не дает бежать, не дает довериться Богу, войти в ту полноту, которую Бог приготовил для нас. Я верю, что сегодня время открытых дверей, что сегодня время пробуждения, время сверхъестественного в нашей жизни. Драгоценный Господь, мы приходим к Тебе. Мы молимся за каждого брата, за каждую сестру. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем все оковы, все оковы неправды, которые есть на их жизни. Мы разрушаем всякое демоническое влияние, все, что мешало бежать, все, что мешало стартовать и брать ответственность для Тебя, перед Тобою, в Твоем Царстве, во имя Иисуса Христа. Пусть Твой огонь сойдет, Дух Святой, просто прикасайся, 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 наполняй, просто крести прямо сейчас Духом Святым и огнем. Высвободи Свой народ, высвободи, высвободи своих детей в ту полноту своего царства, своей любви, своей силы во имя Иисуса Христа. Отец, мы прославляем Тебя, мы благодарим Тебя, Боже, я молюсь за каждого брата, за каждую сестру, чтобы мы были по-настоящему теми, кем Ты нас видишь, Боже. Дай нам взять свой крест, Боже, дай нам быть людьми пробуждения, людьми этого времени, которые изменяют, которые изменяют общество, которые изменяют, изменяет этот мир Твоим Евангелем, Твоей славой, Боже. И я провозглашаю этот сезон, сезон открытых дверей, сезон, когда мы бежим с ускорением, сезон, когда мы бежим для Бога, бежим сильнее, и Бог восполняет все наши нужды, когда мы бежим за Богом, когда мы доверяем Богу, когда мы полагаемся на Богу. Сам Бог говорит, я воюю за Тебя, я воюю за Тебя, я воюю за Тебя. Отец, спасибо Тебе за это прекрасное время, Боже. Просто вложи это ускорение в наши ноги, Боже. Бежать еще быстрее, бежать еще быстрее, Боже, для Тебя, ради Тебя и ради Евангелия, чтобы каждый человек услышал о Тебе, Боже. Чтобы каждый из нас исполнил то, ради чего он рожден. Спасибо Тебе за это прекрасное время, за Твое чудесное Слово, которое Ты даешь нам. Дай нам растворить это верой в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.